так я полностью закрыл кейс толщина металла здесь неплохая сзади отверстия технологические присутствуют под выпуск воздуха вентиляторов которые у нас будут либо забирать воздух либо соответственно всасывать и выдать фильтр там тоже неплохое присутствие суток красиво смотрится немножко напоминает залман за 10 который мы недавно с вами собирали и соответственно здесь все хорошо приливается фильтра присутствует стекло томировано все пленочки новенькая поэтому ну красиво смотрится все комплектующие здесь буду тоже шикарно смотреться вот такой вариант поэтому если желаете купить 6 500 ну на самом деле недорого открывать есть первое что впечатление это что нас винтик здесь или какой-то лежит уже посмотрим смотрим ребят открываем мини пейс из rgb и смотрю рассказываю вам как он вообще замеряем проверяем все дело не знаю давайте вот ведь пока лучшего типа хороший поролон здесь на класс отличный который хорошо вот всяких наших неприятностей будет нас защищает что ребят первую очередь вижу что он пакете большим количеством пенопласта что ребята мне сразу бросилось в глаза смотрите у нас здесь нет type-c type-c здесь у нас нет хотя производитель написал нарисовал что сверху нас присутствует the city type-c здесь нет кнопочка включения кнопки при загрузке фильтр сверху присутствует сам кейс большой открываем это стекло стекло у нас тонированы type-c здесь почему-то нет похож на залма за 10 из ответственно сейчас тепло сниму что вам красивее было стекло хорошо тонировано как бы чистенькая все ничего не повреждено пока что его берем привет всем привет так смотрю здесь можно поставить вертушки 120 миллиметров вертушки здесь от югора модельки g r 140 240 лет спереди находятся 1 20 находится сзади можно снизу еще две вертушки поставить без проблем здесь ну как бы место здесь под видео карты предостаточно сейчас перу линейку ребят высота от процессорного кулера здесь 190 миллиметра принципе широкие любые виды карты как 40 линейки сюда влезут без проблем давайте знаете посмотрим откроем потом еще бог подвинем посмотрим аки лес сын пиле давайте вот так сделаем повернуть здесь мы видим отверстие ответственно чтобы наш но забор воздуха для наших вертушек присутствовал такие барашки неплохие принципе кюка сделаю полевая фильтра фильтр ребят неплохой здесь на магнитике я заблют еще скотчем принципе ответственно можно сделать потом ребят что две каретки по два с половиной диска можно поставить два три с половиной диска поставить здесь комплекте у нас коробочек такой что нам положил тюкер именно в этой комплектации стяжки и всякие винтики шпинтички здесь у нас присутствует инструкция по нему есть здесь есть распайка на type-c на type-c как самого такого нет и украине psrg бишка инструкция принципе дома почитаете передняя панель все есть usb 30 присутствует контроль ребят наши разъема смотрите 6 rgb разъема здесь можно подключить здесь раз два три 4 5 6 разъемов и сразу можно типа 6 вентилятора подключить что принципе приемлемо что сверху можно подключить вот сюда все дополнительное питание здесь присутствует вижу далеко его три стяжки которые принципе нам будут нужны не сохнет стяжки высокий кейс ребят напоминает до ps про внешний вид но здесь впереди сеточка кнопка let's play который типа рецепт у нас подключается соответственно вот здесь даже вот сверху на принципе мне здесь той психики нет и психики чуть не захотели не так чешку ставить подключена разъемчик не эти аудио usb 30 usb 20 передняя панель ребят у нас здесь уже одним разъемчиком не ошибетесь видите сразу все подключаются улера ребят вниз трех пиновые но от контроллера и ботает 4 пин поэтому регулироваться скорее всего будет по поводу контроля дополнительное питание напоминает от контроля ребят здесь еще есть сапаш на которой включаем блок питания даже рассмотрим по передней панели снизу дать снизу посмотрим сезали вот неплохой фильтр быстросъемный под вот считания что соответственно приемлемо в каретке может открутить без проблем жесткий диски дата на вино принципе так четвертом году уже создать диски только на жесткий диск нет по передней панели очень красиво смотрится передняя панелька подвигается без проблем здесь кричина магнитика давайте посмотрим да ребят магнитами здесь она подвигается ребят есть такие вот пазики здесь у нас типа железненькие здесь прям такие жесткие магнитики показываю часто линейки ну либо на чем-то показываю видит магнититься здесь хорошо соответственно поэтому такой неплохой фильтр ребят что круто что у нас получается фильтр до забора воздуха присутствует поэтому можно использовать быстро съемный взял почистки все хорошо магнититься обратно ребят панель здесь одна только сетка выглядит солидно поэтому фильтр как бы тоже располагается хорошо и ну и вставляется без проблем держится хорошо потом скорее всего пазы есть такие которые наставляются поэтому довольно таки тяжело его отодвинуть без проблем поэтому вот пазы стала ребят тяжело будет отодвинуть давайте знаете чё ребят подкину блок питания сейчас и попробуем который как он вообще работает любую питание вот возьму посмотрим нижней подсветки rgb что и нашли и соответственно будем будем смотреть на подсветку нашего кейси подключу до питания фильтр сверху тоже ну давайте раз сниму сейчас фильтр сверху ну вы должны прекрасно понимать ребят видеокарты здесь длиной 400 миллиметров без проблем влазит здесь у нас сколько 300 еще вот здесь сюда 400 миллиметров от видеокарты любой длины сюда влазят без проблем передние вертушки другие передние вертушки здесь не как в югоре здесь жерки 140 вы поэтому хочу посмотреть как они выглядят ребят водянка 360 без проблем сюда влезет я сразу вижу по длине ребят что 300 что тогда здесь власть без проблем лс кик югоры посидоны всякие сюда вот так и на получается наш подкину наш контроллер подсветочки включим посмотрим поливаются не переливается все но . лет присутствует первое впечатление что принципе если их не настраивать то они немножко шумноват и но поток воздуха здесь внушительный я вам сразу говорю я подключил блока питания напрямую чтобы управлять через контроллер если у вас материнская это какая-то типа модная крутая подключайте контроллер получается материнка управлять и фирменной утилита если материнка простая то ответственно можно использовать без это потом ревет кнопочка переключения подсветки ну как обычно куча режимов присутствует красный фиолетовый так всякие там волны идут здесь его присутствует спереди либо также самое все это красиво смотрится напоминает залма за 10 ребят такие режимы там куча либо сейчас режим радуги поставим чтобы вы видели все хорошо подключаются вот такой режим радуги поставим соответственно будем дальше его обсуждать первое впечатление принципе неплохое адектовский платы без проблем сюда влазит водянку 360 без проблем мы можем запустовать ну и соответственно чё не понравилось это знаете что не просто тип си нет хотя у нас производитель написал что у нас тайпсишка должна присутствовать давайте ребят сойдем на сайт в принципе онлайн трейд здесь фоток никаких нет видите но ребят если затем на сайт официальный у нас вот югора вот югора здесь принципе видно что у нас тайпси присутствовать должно быть черненький выбираем сейчас черненький выбираем где-то я смотрел здесь что-то все может я перепутал конечно 400 миллиметров он показал белые черные варианты контроллер на 6 разъемчиков дарь вот видите здесь в белом написано что тайпси присутствует в черном черном скорее всего тайпси нет хотя вот ребят видите фотка ребят фотка что черном есть тайпси может быть какая-то комплектация будет другая еще раз стекло на магните было бы стекло на магните было вообще просто шикарно но у меня здесь комплектация type-c нет это принципе не понравился так корпус шикарный вариант хороший вертушки хорошие цена очень приятно ребята понятно что в россии принципе можно купить ну в онлайн трейде здесь типа 6 500 типа 6 6 700 за эти бабки лучший вариант никакой не найдешь хотелось бы конечно type-c напомню что ребят у нас есть корпус дофейс ну либо ходовать его ближайший конкурент от югора ребят это у нас аэрофейс про здесь есть нет аэрофейс про ребят он стоит типа ну 9 700 9 700 он стоит ребят как бы конкурент его но цена типа на 3 тысячи дешевле поэтому если кто желает купить никого не смущает что тайпси нет то шикарный вариант напоминает далека соответственно лодку какой-то 216 либо залман за 10 ну дополнительно здесь поставить две вертушки вот так и можно чтобы все вдувало это на нашу систему такой ребят небольшой обзор снял на свою на свой канал кому будет интересно под обзор ставьте лайки если не интересен обзор то ставьте дислайки ну соответственно в принципе все рассказала есть какие-то вопросы по корпусу задавайте потому что я буду этот корпус собирать сборочку ну и без проблем потом все нюансы вам расскажу на первое впечатление ребят ну и изгодный 6 500 6 700 он точно стоит скорее всего через недельку через две цена будет соответственно на него типа 88 500 потому что два фейсер фейса подорожали то в эти принципе вон опять уже пропали скорее всего это будет замена его ну такая годная замена хотелось бы вернуть тайпси было бы вообще шикардос да ребят еще горизонтально сниму здесь видосик на телефон в хорошем качестве по этому корпусу сеточку снял она без проблем также снимается может быть кому-то сверху не было видно одну руку и конечно это неудобно делать она без проблем снимается полевых раз здесь неплохие ну фильтр находится сверху также неплохой такой полевичок что ребят расстроила что не тайпси в принципе раститель писал что тайпси есть потом мы можем регулировать контроллер наш этой кнопочкой без проблем подсветку сам который ведь находится вот у нас сзади можно 6 разъемчиков подключить носить на куча места есть под ssd диски блок питания большого размера можно поставить и все присутствуют не такси а юсб 3 0 присутствовать такси здесь нет такой прикольный вариант ребят если желаете купить ну цена меня сейчас приятная 6 500 6 800 ну достойный вариант сейчас закрою ребята еще вам 20-30 секунд закрытом состоянии полностью сниму все